Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Евразион ТВ. Это программа «Приемная комиссия онлайн». Прежде всего приглашаем стать нашими участниками выпускников школ, а также их родителей. Мы работаем в прямом эфире и готовы консультировать абитуриентов, поступающих в Тюменский государственный университет. Телефон в студии 542014, код Тюмени 3452. Звоните, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. А я представлю вам наших сегодняшних гостей. Это представители физико-технического института Тюмгу. Знакомьтесь, Родион Михайлович Гонопольский, завкафедрой моделирования физических процессов и систем. И Павел Юрьевич Михайлов, исполняющий обязанности заведующего кафедрой механики многофазных систем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вас делегировали для того, чтобы вы сегодня представили нашим зрителям физико-технический институт. Вы, собственно, представители двух кафедр, а всего кафедр пять. Какие еще? Прежде всего, я представляю кафедру механики многофазных систем. Данная кафедра ведет подготовку по направлению техническая физика и частично по физике. Родион Михайлович, соответственно, представитель кафедры, отвечающий за подготовку физиков наших. Еще есть две кафедры. Кафедра радиофизики и кафедра микро- и нанофизики. Микро- и нанотехнологии, да? Микро- и нанотехнологии. И еще есть базовая кафедра, созданная совместно с заводом ООО «ГМС «Нефтемаш». Она ведет именно экспериментальные работы со студентами всех направлений. Это кафедра расходометрии, нефти и газа, так называется. Ну, они ее назвали так, да. Замечательно. Ну, скажите, сколько всего человек планируете в этом году принять в физико-технический институт? По направлению физика на бакалавриат мы принимаем 50 человек, по направлению техническая физика 25 бюджетных мест. И еще есть у нас магистратура, туда по физике 23 места и по технической физике 22 места. Замечательно. То есть в общей сложности это 75 человек план приема? Или это только бюджетные места? 75 человек бюджетных мест. Бюджетные бюджетные места. Наша съемочная группа была на Дне открытых дверей, которую проводил физико-технический институт. И я предлагаю вам еще раз вспомнить, как это было. Тем, кто не попал на День открытых дверей, пусть посмотрит сейчас. Пожалуйста, запустите нам сюжет. День открытых дверей в физико-техническом институте собрал, пожалуй, самую прогрессивную часть тюменских школьников. Чтобы познакомиться с такими легендарными преподавателями, как Эдуард Оринштейн, и узнать о том, как стать студентом ФТИ, некоторые ребята даже сбежали с занятий. Прежде всего, привлекает рассмотрение физики, наверное, как науки и применение ее в жизни. Можно особенно привлекать разные приборы, эксперименты, и как это все в жизни устроено. Официальная часть мероприятия включала в себя презентацию института и общение с руководством. Будущие абитуриенты познакомились с направлениями подготовки и узнали о том, какие научные разработки ведутся в ФТИ. Затем для гостей провели экскурсию по лабораториям, где ребята смогли поближе познакомиться с оборудованием, на котором работают физики Тюменского госуниверситета. Многое будет зависеть и от людей, с которыми я буду учиться, как, известно, среда очень сильно влияет на человека. Но мне кажется, что я могу здесь получить то, что мне нужно, и поскольку я сегодня была в лабораториях, могу сказать, что мне понравились они. Сегодня физико-технический институт Тюмгу – это старейший центр естественно-научного образования в Западной Сибири и кузница кадров для крупнейших нефтегазовых предприятий России. В институте реализуются программы разработки передовых технологий и материалов, а техническая база постоянно обновляется. Поэтому каждый, кто поступает в ФТИ, уверен в своем будущем. Георгий Лайф, Алексей Мойсов, Евразион ТВ. Ну вот, как видно из сюжетов, абитуриенты, которые собираются поступать в физико-технический институт, люди достаточно серьезные, нацеленные на такую вот серьезную практическую работу и научные исследования. Расскажите немножко о том, какое оборудование есть в физико-техническом институте, на котором приходится работать студентам. Уникальное оборудование. Родион, пожалуйста. Ну, сперва хотелось бы сказать, что у нас вот направление два физико-техническая физика, но эти направления еще профилироваться будут, начиная с третьего года обучения. Первые два года обучения — это базовые знания, физика, математика и так далее. Так вот, профилирование у нас подразумевается теоретическая, вычислительная физика, экспериментальная физика и педобразование. Если теоретическая и вычислительная физика рассматривается, то уникальным оборудованием считается суперкомпьютер Менделеев университета, на котором студенты могут моделировать, рассчитывать различные физические процессы. Экспериментальная физика — это также уникальное оборудование Тюменского государственного университета, нанофаб, которое позволяет работать с материалами размером нано-метр, ну, то есть один-два атома, одна молекула. Ну, а педобразование уникальным оборудованием являются студенты. На которых они уже и тренируются сами. На которых надо и потренироваться. Тут, скорее всего, наш Фаблаб Тюменский государственный университет, на котором тоже множество различного уникального оборудования, и 3D-принтеры, и лазерные, так сказать, резаки, и школьники, которые сейчас как раз роболета, и им нужны преподаватели, которые будут это все показывать, рассказывать. Одним словом, Физико-технический институт Тюменский государственный университет может предоставить всю материально-техническую базу, необходимую для исследований. И материально-техническую, и теоретическую. И теоретическую тоже. Ну, кстати, мы говорим о том, что два направления — физика и техническая физика. Но абитуриенты часто же задают вопрос, чем отличается техническая физика от простой физики. Я думаю, Павел как раз ответит, чем техническая физика отличается. Ну, прежде всего, надо отметить, что техническая физика готовит инженеров уже. Но не простых инженеров, а инженеров, которые получили очень хорошую, глубокую, фундаментальную подготовку по физике. Что в дальнейшем, собственно, позволяет им устроиться на хорошую работу, заниматься проектированием, то есть такой рутиной инженерной работы, но творчески подходить к решению возникающих задач. То есть те знания физики, которые они получили, они используют. То есть у нас уже выпуски технической физики были. Наши выпускники, собственно, показали уровень очень высокий. Работодатели действительно очень довольны подготовкой. И некоторые организации даже специально сейчас к нам обращаются, спрашивают, собственно, когда у вас будет выпуск. Мы согласны сразу брать несколько человек. То есть такое достаточно востребованное в нашем регионе образование получается. Да. Ну вот вы говорите, да, что выпускники института довольно востребованы. С какими предприятиями сотрудничает институт? Вот где проходить практику могут студенты? Ну, в Тюмени достаточно много научно-исследовательских институтов, которые занимаются как раз проблематикой нефтегазового комплекса. Вот. Есть очень крупные, известные мировые компании. Например? Ну, российские очень крупные нефтяные компании. Сургутнефтегаз, Новотек, Лукоил. Наши выпускники тоже там, естественно, трудятся, находят себя. Вот. Практику проходят тоже, но на этих же самых предприятиях. То есть в среднем где-то по три студента эти предприятия всегда согласны, собственно, на практику взять. То есть студент, пришедший на практику, в принципе, он уже, у него есть какая-то гарантия небольшая, что он на этом предприятии останется и потом будет работать, когда уже закончит обучение в институте? Да, вы тут совершенно правы. То есть опыт показывает, что многие студенты, которые проходили практику, они остались там работать. Ну, в институте, кроме того, что сильная материально-техническая база, теоретическая часть, активно студенты занимаются научными исследованиями, научной деятельностью. И вот я знаю, что даже вот без какой-то научной степени устроиться на работу сложнее потом. Ну, скажем так. Есть такой? Есть такой. Чтобы карьерный рост был, если, конечно, человек устроился в солидную организацию, то там очень сильно приветствуется наличие степени. У нас в университете, соответственно, есть научные направления, которые мы занимаемся. Они связаны очень тесно с нефтегазовым комплексом. То есть это задачи и по непосредственно добыче углеводородного сырья, по его транспортировке, по коммерческому учету этого сырья, по сопутствующим теплофизическим задачам, которые тоже возникают при транспорте нефти и газа. Поэтому многие ребята, закончившие магистратуру, поступают к нам на дальнейшее обучение в магистратуру уже. И занимаются научной работой. То есть, собственно, защищают успешно и организация этому только очень рада. Ну и сами, конечно, уже выпускники, кандидаты наук уже тоже этому рады. Давайте, чтобы не отпугнуть все-таки абитуриентов, что мы нефтегазовый, нефтегазовый комплекс. Это, конечно, связано с тем, что все-таки область нефтегазовая отрасль самая развитая. Ну и еще энергетическая. Но у нас и по физике особенно есть и другие, как вы уже поняли, по нанофабу и по фаблабу и по суперкомпьютеру. Другие направления связаны и с теоретическими аспектами физики, и с вычислительными и так далее. То есть, естественно, нефтегазовый большую часть. И выпускники тоже большую часть устраиваются в этот комплекс. Но преимущество этого института в том, что он дает фундаментальные знания. И с этими фундаментальными знаниями уже можно работать и в нефтегазовом комплексе, и в энергетическом, и в любом другом учреждении, в научном институте. То есть, да, но еще такой вопрос небольшой, иногда задают абитуриенты. Почему нет заочного отделения в институте физико-техническом? Ну, это связано, в первую очередь, с чем отличается физика, химия и многие другие направления. Это хотя бы с лабораторными работами. То есть, очень много часов это лабораторные работы, когда требуется не просто присутствие, как, например, на семинарских занятиях, а когда уже конкретно надо работать с определенным объектом, прибором, материалом. Очень много практики, одним словом. Очень много практики. Спасибо большое, Родион. Спасибо большое, Павел. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были представители физико-технического института. Если у вас есть еще какие-то вопросы к ним, вы можете обращаться непосредственно в институт, можете обращаться в приемную комиссию, вам все расскажут о том, как поступить в физико-технический институт. А я напоминаю, что мы выходим каждый день в 12 часов по будням. Не забывайте смотреть нас. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин